В конце беременности многие женщины начинают окончательную подготовку к родам. Планируем самый быстрый маршрут, упаковываем самое необходимое в сумку, составляем список дел, которые должен сделать партнер. Все должно быть застегнуто до последней кнопки, чтобы нас ничего не волновало. Последние годы добавились еще кое-что. Посещение салона красоты перед родами или эпиляция промежностей самостоятельно. Необходима ли эпиляция перед родами? Убеждаем себя, что волосы между ног не приветствуются в родильном зале и что каждая будущая мама должна сделать стрижку там. Волосы некрасивые, из-за чего их сложно убрать, а затем наложить швы. На страницах российского журнала появилось честное интервью о кушерке, которая почти каждый день очень близко соприкасается с женскими гениталиями. Женщина решила развеять все сомнения, рассказав, действительно ли сотрудники больницы судят о будущей маме по ее прическе и нужна ли эпиляция перед родами. Пожалуйста, не беспокойтесь о волосах на лобке, мы этого не замечаем. Если вы брились хотя бы раз за последние пару недель, мы делаем упор на то, чтобы дать жизнь ребенку. Нас не волнует, лезть ли у вас кусты между ногами, бриты ли вы, как новорожденный или украсили промежности стразами, убеждает акушерка. Внешний вид, как оказывается, не имеет значения, но как насчет возможных медицинских осложнений. Волосы на лобке никак не влияют на наложение впоследствии швов и на то, как мы выполняем свою работу. Если у вас не кесарево сечение, то мы побреем вас немного в нужном месте. Пожалуйста, не занимайте неудобную позу, чтобы облегчить нашу работу или скрыть свои недостатки. Для нас это не имеет значения, так же, как когда вы приходите домой счастливым от парикмахера, а ваш мужчина не замечает никаких изменений. Успокаивает акушерка и комментаторы, ей очень благодарны за эти слова. Наконец, кто-то сказал это прямо в лоб.